Привет всем! Сегодня речь у нас пойдёт о том, как мы устраивали ребёнка в детский сад. Напомню, что мы переехали в начале лета 22-го года из Латвии в Болгарию. Постоянное проживание. Поскольку устройство в детский сад оказалось одним из самых долгих процессов вообще в нашей здесь адаптации, скажем так. Время от времени мои постоянные зрители видели, как я там то одно им рассказываю, то другое. В общем, всё это отрывками. Во многих видео есть эти фрагменты о детском саде, о врачах, обо всём. Процесс подошёл к логическому завершению, и я решила вам рассказать всё в одном видео для тех, кого интересует исключительно эта тема. Во-первых, когда мы приехали летом в наших комплексах, организован детский сад. Я не знаю, будет ли это продолжаться в этом сезоне, но на время сезона была возможность час у ребёнка, проживающего в одном из комплексов. Быть в детском саду. Это бесплатно, то есть оплачивал наш комплекс. И мы, естественно, этим пользовались, чтобы ребёнок как-то с другими детьми общался, ну и для разнообразия, скажем так. В сентябре или октябре мы озадачились тем, чтобы найти детский сад ребёнку. Начали с простого. Просто ездили нам, так сказали, что если в городе вы живёте, там, в Ургасе, например, в крупном городе, то тогда нужно заходить на сайт, ну, просто детская городина набираете в интернете, и там вам даёт, какой у вас регион, там и так далее. И на сайте нужно смотреть, есть ли места в детском саду. Поскольку мы живём на Солнечном берегу, у нас всё по-другому. Нам сказали, что нужно просто заходить в детские сады близлежащие, в том же Несебре, в Равде, и спрашивать, есть ли места. Ну, мы, конечно же, начали с нашего садика на Солнечном берегу. В общем, я не буду долго вам объяснять, где мы только не были. Везде был один ответ, мест нету. Есть ещё возможность подать документы о приёме в детский сад в апреле, с 1 апреля идёт подача. Кому будет интересно, напишите в комментариях, я вам скину, какие нужны для этого документы. И тогда вы можете претендовать на место в детском саду по месту вашего жительства. В общем, до апреля, как вы понимаете, далеко, и поэтому мы стали просто ездить и спрашивать, есть ли места. Нигде мест не было. Тут я, знаете, вот такая думаю, интересно, какой смысл тогда вот покупать квартиру в городе именно. То есть ты, да, ты живёшь вроде бы в городе, но там настолько всё густо населено, настолько много детей и взрослых, и всех кого угодно, что, ну, в школу, окей, в школу ребёнка возьмут, я думаю. Но насчёт детских садов, насчёт поликлиник, это всё там есть, да, но не факт, что это всё есть для вас. Потому что вам просто могут сказать, что нет мест. Но к врачам мы ещё вернёмся, я ещё тоже об этом поговорю в этом выпуске. Я посоветовала управляющая нашим комплексом, она говорит, есть-ка ты по деревням, тут их великое множество, и где-нибудь найдётся место для твоего ребёнка. В общем, стала я смотреть, где есть государственные детские сады в деревнях близлежащих, и да, действительно, она всё-таки болгарка, она знает, что она говорит, добрая женщина, спасибо ей большое. Да, мы нашли в первом же садике, было 9 свободных местных, вот момент, когда мы приехали. Нас проводили любезно очень в заведующий детским садиком. Она совершенно не владела русским языком, но я на это и не рассчитывала. Просто я хочу вам к чему это сказать, что не владея болгарским, вы можете найти всегда общий язык с болгарином. Абсолютно, это я вам точно могу сказать. В общем, тем не менее, я поняла, что от меня требуется. Мне всего лишь нужно было сдать анализы, ну не мне, а ребёнку. Вот, она написала список анализов, и я поехала спокойно по поликлиникам. Тут меня ждало огромное разочарование, потому что для того, чтобы сдать анализы, нужно направление от семейного врача. Как вы понимаете, семейного врача у нас никакого не было, мы стали его искать. Нам сказали, что нужно, началось, ездить в НАП. Мы, как вы знаете, без переводчиков, мы всё, сами-сами, поехали мы в НАП. Это налоговое учреждение такое в Бургасе находится оно. То в одно окно, то в другое. Где-то нас там зарегистрировали, там зарегистрировали. Я говорю, всё, я могу к семейному врачу идти. Она, о, семейный лекарь? Не, вам надо тогда ещё туда, в это окно. Мы, короче, пошли в то окно. Ой, в общем, окно, 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 окно. В итоге записали мы какие-то свои данные в каких-то анкетах, и нам сказали, что нужно месяц ждать. Оказывается, мы ждали подтверждения с нашей Родины о том, что у нас нету никаких социальных застраховок. Это я вам просто цитирую, как мне сказали, на Родине. Я потом позже поняла, что они имели в виду. То есть это имелось в виду, что мы не пользуемся никакими социальными благами на нашей Родине. То есть сразу же перестали платить мне детские деньги с Латвии. Ну, хотя это и так бы рано или поздно закончилось бы, поскольку пособие детское имеют право получать только те дети, которые живут на территории Латвии. Даже будучи гражданами Латвии, они не имеют права на это пособие, если они живут постоянно в другой стране, даже если это страна Евросоюза. И ещё нам пришлось там заплатить потом, когда мы уже месяц дождались эту справку, С-041 обо всех членов нашей семьи. Нам ещё пришлось заплатить с самого начала нашего пребывания в Болгарии взносы в здравую кассу. Это довольно-таки, ну, там больше 100 евро получилось, в общем, на всех. Ну, на меня и на мужа. Детям не надо платить. Детям бесплатно, слава богу. Но, тем не менее, у нас уже была справка С-041. То есть, видите, как всё вот так вот по спирали закручивается. Всё не так просто. Нам нужно было получить там удостоверение сна, потом такие пачки прям бумаг на каждого члена семьи, там вместе с обходом в электронную систему. В общем, всё очень интересно и любопытно. Вы получаете все эти документы, и уже тогда вы можете прям претендовать на семейного врача, которого, опять же, нужно найти. Естественно, во всем поликлиникам мы побывали, нигде семейного врача нету. Есть семейный врач, который принимает только взрослых, но не хочет брать детей. Ой, в итоге нам пообещали на солнечном берегу, рядом с нами, что вы можете там подождать до какого-то числа. Я уже сейчас не помню. И тогда вы сможете записаться. Ну, окей, мы такие, ладно, подождём. Ну, мы подождали, мы действительно попали к этому врачу, к чему мы очень рады. В общем, всё, у нас у всех есть семейный доктор. Потом она нам дала направление на анализы Мишки за детской градина. Но сказала, что пока, не сдаваясь, у вас ребёнок делает вот так вот, вы не имеете права с таким идти, значит, к детский сад, даже близко подходить, поэтому анализы тоже пока не идите. Создавайте, создавайте только неделю через две. А, я ещё забыла сказать, интересно. Мы записались к ней, зарегистрировались у неё где-то в декабре. Всё, что вы делаете в декабре, начинаете какие-то дела, не надейтесь их закончить. Потому что вам на любой ваш вопрос будут отвечать с летного година. Всё, у них в декабре уже Новый год, и уже ничего в этом декабре никто ничего не делает. Нужно всё начинать в новом году. Вам скажут, подождите, праздники пока закончатся, и потом приходите. И как бы я, как человек, проживший в Латвии 47 лет, естественно, ну, говорила мне 2 января подойти. Они такие, нет, какого второго, шестого, там, восьмого, но не второго. В общем, ну, ладно, я с этого, со всего уже... Ну, я привыкла, и мне абсолютно спокойно это всё воспринимают. Мне даже это где-то уже понравилось. Я уже сама, ну, у меня смешно становится, когда с нами люди, которые что-то суетятся там, куда-то спешат. Не надо, всё спокойно, всё нормально. Кстати, я ещё забыла рассказать, что нам ещё повезло, что мы нашли тут врача семейного, потому что есть такая знакомая девчонка, она болгарка, у неё двое детей. Он живёт на Солнечном берегу, она практически около Несебра там рядом. Она не смогла себе найти семейного врача и своим детям в Несебре, поскольку все заняты. Она нашла только в Айтесе, это довольно-таки, ну, на расстоянии от Несебра. И она даже к ней не ездит никогда, если ей что-то надо, она просто идёт сейчас к нему врачу. Ну, как бы, я не знаю, дороговато, конечно. В общем, ну, каждый живёт как хочет, как может. И это проблема, действительно, да, семейный врач не так легко найти. Дождала я там какие-то... Не две недели, конечно, ждала, неделю, наверное, съездили мы с Мишкой, вы знаете, кто постоянно меня смотрит, те знают, всё. Съездили, Мишка сдал анализы, много их было. И всё, и мы вернулись в этот детский сад спустя, получается, месяцев, наверное, пять. Да, после нашего с ней разговора прошло пять месяцев, у нас на это всё ушло. Ну, мы не спешили сильно. Да и то, я бы, наверное, может быть, вообще бы с этим не заморачивалась. Но болгарское законодательство требует, чтобы ребёнок перед первым классом посещал обязательно, по-моему, два года, если я не ошибаюсь, детское учреждение. Потому что у них детское учреждение, вот у меня Миша сейчас ходит в старшую группу, он будет в неё ходить до конца этого учебного года, и потом ещё следующий весь год. Их там учат буквы, писать, читать. В общем, там идёт подготовка к школе такая серьёзная. То есть я как за ним не приду, у них всё время там какое-то обучение идёт. Причём он вообще ничего не понимает на болгарском, но он поймёт, я уверена, что он уже с детками начал играться уже там первые два дня. Ну, ни с кем не разговаривал, стеснялся. И просто там сам по себе играл, играл. Но ему всё равно там очень нравилось, потому что там очень хороший персонал. Там 35 детей на весь детский сад. Надеюсь, у вас хватит тактами спрашивать у меня, в каком именно детском саду мой ребёнок. Там настолько добродушная атмосфера. Думала, что я в апреле буду на Солнечный берег переподаваться. Ну, честно говоря, я не знаю. Пока мелкому нравится, пока он доволен, пока он несчастливый выбегает из группы навстречу. Навстречу ничего, я поезжу по плохой дороге. Да не очень-то она уж и плохая, не настолько. Просто со своим колоритом, скажем так. Я поезжу в детский сад, и всё. И всё, чтобы ребёнок был счастлив. Такие нюансы, конечно, есть. Там детский сад работает до 6.30, но всех деток забирают в 4. Как вы понимаете, естественно, я тоже забираю в 4. Там исключительно всё на болгарском. Это хорошо. Это для ребёнка, в первую очередь, очень хорошо. Меня удивляет, что мне не сказали там заплатить. Он вот уже попал туда, в этот детский сад, в конце января. То есть уже, по идее, должен был бы, наверное, какой-то счёт быть. Читово то, что сегодня 2 февраля. Я не знаю. В общем, про это мне никто ничего не говорил. Я сама пока не спрашиваю, потому что я не выучила всю эту тему на болгарском языке, как мне правильно говорить. В конце концов, нам за ИВН, даже за электричество, приходит счёт только 17-го. Ну, что я хотела? Надо просто подождать, как и всё в Болгарии. Если я вас напугала своим длинным рассказом о том, что мы прошли. Вы сильно можете не заморачиваться с этим совсем. То есть есть частные детские сады, их много. Если для вас принципиальный вопрос, чтобы вам нужно работать, предположим, вы можете легко здесь найти няню. Она будет разговаривать с вашим ребёнком на таком языке, на котором вам нужно будет. Вы можете в частный детский сад отдать. Здесь их много. Ну, я знаю точно, что в Святом Власе есть частный детский сад. Да, это стоит денег, но если у вас работа хорошая, какая-то там удалённая, либо просто хорошая работа, то без проблем. Поэтому, пожалуйста, вам совершенно необязательно проходить все вот эти этапы, о которых я сейчас вам рассказала. А хочу ещё рассказать, у меня Мишка такой сообразительный ребёнок. В общем, я у него спрашивала первых два дня, когда он был в садике. Говорю, Миш, ну, ты с детками игрался? А, я ничего не понимаю, что они говорят, и я стесняюсь разговаривать. В общем, как-то он, нет, не играл ни с кем. Потом он у меня попросил вечером бижутерию мою. Дай мне вот эту, говорит, цепочку с этим кристаллом. Я говорю, ну, на, держи. А он как-то у меня её бралочку на Латвии жили, там, ну, ходил с ней, кому-то показывал, не знаю, что. В общем, я ему дала её, и он сказал, что она её утром оденет в садик. Говорю, ну, ладно, хочешь, одевай, но мне не жалко. И вечером он мне говорит, мама, ты представляешь, когда дети увидели мой кристалл, они все так подходили, смотрели, говорили, ого, потом они стали со мной играться. То есть он решил, ребёнку пять лет, привлечь таким образом к себе внимание, придумал, как заинтересовать детей, которые разговаривают и дружат между собой на неизвестном языке, и, в общем, не знаю, надеюсь, что всё будет хорошо. Не знаю, так, пока.